Под Москвой врачи борются за жизни пострадавших в ДТП на Ярославском шоссе. А на утром рейсовый автобус, который следовала Сергеева посада в столицу, загорелся прямо во время движения. Пассажирам удалось покинуть салон, но все надышались дымом. Семеры сейчас в реанимации, трое в тяжелом состоянии, у них ожоги дыхательных путей. Пострадавших подключили к аппарату вентиляции легких. Что стало причиной пожара, выясняется. Предполагают, что замкнуло проводку. И от другой аварии, где не обошлось без жертв, под Тулой на трассе Дон ночью опрокинулся пассажирский автобус. Есть версия, что водитель уснул за рулем. Восемь человек погибли, десятки получили травмы. Последняя информация с места событий у Марины Светлой. То, что автобус упал именно здесь, возможно, предотвратило еще больше жертвы, потому что совсем рядом обрыв глубиной около 8 метров. Они выехали в ночь, пусть предстоял долгим, от Москвы до Еревана более 2000 километров. Проехать им удалось чуть более 200. Это около трех часов езды от столицы здесь, на трассе М4 Дон. По словам очевидцев, автобус повело по дороге, он зацепил левый отбойник. После протаранил правый, съехал в кювет и упал на бок. Машины скорой помощи и спасатели приехали уже через 10 минут. Некоторым пассажирам требовалась помощь, чтобы выбраться из салона. Всего в автобусе находились 61 человек. Все граждане Армении. Детей среди них не было. Пострадавших развезли по ближайшим больницам. На данный момент уже известно о 8 погибших. Не могу это почувствовать. Мы на втором этаже. Откуда знаем, что случилось. Все, кто в анимации, находятся пациенты в тяжелом состоянии. Проводятся обследования, лечения, необходимые мероприятия. В травматологическом отделении тоже часть больных, уточняется участие больных диагноз. И в дальнейшем мы определяем эти автортики введения, лечения. Сейчас следователи проверяют две основные версии. Уснувший за рулем водитель, который, кстати, не пострадал. И техническая неисправность автобуса. Уже известно, что автобус был рейсовый. Выехал по графику. Сейчас автобус отбуксировали на ближайшую парковку. В нем все еще находятся вещи пассажиров. Видно, что автобус очень сильно пострадал с обеих сторон. Вмятины есть даже на крыше. В ближайшее время дорожный надзор обещает проверить лицензию транспортной компании, которая выпустила этот автобус в рейс и провести техническую экспертизу автобуса. В настоящее время установлено, что водитель был трезв. Сотрудники полиции получили сведения, что водитель в июне этого года привлекался в Москве к административной ответственности за управление автобусом Хайгер при наличии неисправностей, во время которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Тот же это автобус или нет, оперативникам пока неизвестно. Если выяснится, что аварию все-таки спровоцировал водитель, ему грозит до 7 лет лишения свободы. В случае, если причина в техническом состоянии автобуса, перед законом будет отвечать уже транспортная компания, которая разрешила выйти на маршрут заведомо неисправному автобусу.